я хочу обратить внимание на то что не только стрелков это сказать вот какая-то часть людей которые мне казалось что что-то еще понимают вдруг начали орать как резаные гидар джима все путина арестован к его фотки надо идти к стенам кремля освобождать это либо психопатия либо очередные провокационные действия связанные с тем что надо все раскачать но это не может не охарактеризовать какой-то странный климат в россии и об этом климате надо сказать пару слов вот я там выступаю по телевизору да кто-то говорит более ярко кто-то меня вот меня все время преследует одна мысль что россии брошен историей колоссальный вызов колоссальный неслыханный какого еще никогда не было а все пытаются его не увидеть и уж никак не выработать на него ответ а история устроена так что есть ли нет адекватного ответа на вызов то это называется уничтожение не давший ответ цивилизации глобальный или региональный вот не дает она ответ на вызов она уничтожается и все поэтому колоссальный страх действующей элиты экспертного сообщества увидеть этот вызов увидеть его и дать на него ответ вот есть главная угроза современной россии да и нет не говорите черного белого не называйте дорогие товарищи я не знаю что там заговорами и загону вы посмотрите на простейшую картинку вот есть ситуация которая есть всюду в мире вот это лидер да дальше идет некий аппарат внутри которого есть его ядро пупор называется система же аппарат идет районы там гротать и да есть системы существенная спецслужбистская другая есть система после нее есть элита который связанные со системы все есть класс а потом уже есть общество народ ведь это же так в любой стране мира теперь реальная охота идет на этого лидера он объявлен там демоном целью номер один как бы предметом особо яростной информационной войны я еще раз объясняю как это выглядит и чем тут отличается россия от запада это надо понимать и это невозможно понять пока ты с этим не поработал вот ты имеешь дело предположим то отставным руководителем какой-нибудь западной спецслужбы представителем элиты и всего чего вот когда это отставной руководитель нашей спецслужбы он читает газету ну как крючков читал это говорит что это за фигня вадим санчин говорю а это значит что пресса начинена костный и потерявший нюх агентурой он же не говорю просто агентурой костной и потерявший нюх такое слово потерявшая нюх агентура за как собаки до гражданскую войну бабушка готовила из какой-то картофельной оладьи чтобы накормить голод а ее брат выдержал собой борзую миссию и звали борзую и это мисс сожрала с огромной сковородки все оладьи бабушка сидела плакала ее брат не говорил что что на дело что что на дело она же нюх потеряет так вот конечно есть не позволять агентуре жрать оладьи с раскаленной сковородки то она нюх потеряет она же не просто так его теряет природа есть в чем-то обожралась но потерявший нюх как это не из до костной агентуре они значит никогда не добавлял чьей именно агентуры он понимал что все понимают кто у нас в прессе ведет агент это был еще мягкий упрек в сторону человека которому он всю жизнь полемизировал выяснял отношения поскольку человек еще жив я не буду называть его фамилию так всем понятно значит в этом смысле как бы пресса начинена костной и потерявший нюх агентуры но это скажет крючков увидев в комнате хрень в газете вид что это хрень и чья это газета он быстренько сообразит что к чему и скажет руководитель западной спецслужбы или бывший министр обороны или руководитель военной разведки на западе никогда себя так не поведет вот он какую газету свою читает передовицу и главные аналитические статьи он все запоминает и все это для него есть истина в последней инстанции потом он приходит свой клуб играть в бриджи в гольф или во что-нибудь еще и там он понимает что все будут разговаривать на языке этих передовицы аналитических статей а также базовых сайтов сейчас да потом он должен прийти на какому-нибудь действующему олигарху которым он должен там оказать консультативные услуги потому что как мне велика пенсии как мне хороши условия жизни но все равно нужно зарабатывать семья и все прочее он с ним должен опять поговорить на этом языке и он понимает что если он на пати где там жарится какое-нибудь мясо на гриле в гольф клубе в бридж клубе или с этим олигархом или своими действующими коллегами или с политиками или на конференциях поговорить не на этом языке он будет изгоем поэтому он должен этот язык вжиться как актер для мира и для себя и для супруги и для детей и для бриджа гольфа олигархии коллег у него есть эти статьи значит если в этих статьях колоссальном количестве экземпляров сказано что путин такой-то и такой-то то 25 раз это повторит а в разных местах когда он это все повторит еще еще раз он в это поверит когда он в это поверит у него сформируется образ этот образ уже будет разбить невозможно при определенной частоте построения при определенной экспозиции да этот образ проходит точку необратимости невозврата он становится реальностью и даже все знает где-то в глубине души что это не так и своим либеральным коллегам которые его там оскорбили и десять раз отойдя в сторону оглянувшись и посмотрев что никого нет рядом может сказать путина на вас нет или там пришлите к нам на три часа путина да значит но это это совсем отдельно работа это другой разговор в работе есть у тебя враги оперативной информации все прочее сектор ты в нем работаешь но он никогда широкой компании не скажет как кто такой йоси геноцар да он же не будет этого говорить там все видели что шарашили шарашили по палестине а казино стояла абсолютно так сказать не швахнувшись да и все знали куда эти нити идут но никто же об этом не говорил и не и это же не входило в оборот разговоров о палестинском терроризме это разные миры этому миру не положено быть все люди долго занимавшиеся этим правильным интересно говорят об элите в устной речи они никогда не будут писать уже не считаю что писать надо не то что говорить написанный текст и текст говоримой это не одно и то же значит там постепенно вся эта машина складывает определенные образы всего как полагается думать и все что не полагается тут россия в этом смысле ментально всегда была во все века намного свободнее чем западный мир и сейчас ну тем более россия действительно страна в этом смысле хулиганская значит рано или поздно этого лидера а они ведут за ним охоту отделят до страна шла на запад и повернула с помощью это лидера вот так неизвестно куда это куда она здесь идет она крутится никаких новых стратегических ориентиров не заявлено страна состояла из группы которая хотела полноценного слияния запада то есть превращение как бы россии во францию или германию объединенной европы и не полноценного то есть расчленение и по кускам то есть все хотели полноценного естественно кто-то соглашался и не на полноценное а кто-то нет путин уперся и вместе им еще какая-то группа даже неопределенная и произошло от не сейчас а где году 2006 седьмом значит теперь стало ясно что он существует отдельно и что а так а тут каждый элемент поведения построен вот так весь отбор шел так что я кому-нибудь новость говорю что если у тебя нет международных связей если ты не позиционирован в каких-нибудь международных элитах тут и просто крепостной никто ты выходишь из этого состояния есть у тебя есть все это что называлось самым похвальным из того что могло быть иметь дворец в лондоне какой дворец самый был него больше или в антибе не в ницце вообще где живет сказать мещанство и про а в антибе где живет аристократия вот там надо иметь все и все же гонялись почему потому что каждый приезжавший крупный босс смотря на 2 у него в антибе я к нему заеду о чем не в ницу их это же все время по выстроена так и она продолжает быть выстроена так теперь когда каждый из этих элементов когда это все страна слияния слияния а элемент который из которой она выстроена слиянием а воздухе витает только слиянка то в момент когда нужно обсуждать не слияние как это делать там все матрицы на это слияние там язык ориентирован на это слияние там все выстроено в этой связи и куда идти а ведь наша элита выстроена странно если бы все сводилось каким прозападным там холеным фигурам выступать даренко и говорит нас было там 300 чем-то миллионов их было там 500 до теперь нас сто их 800 и у нас границы были там они теперь здесь значит гордон который все понимает кричит так что же делать пауза я говорю смотреть на все преимущества вот действительно сми гибче это гибче как бы разочарование в западе есть это есть ведем гибкую многомерную войну здесь экономика здесь это сидит какой-то выросший замечательный так сказать росток этой самой элиты отнюдь не европейской и он используя все слова там их не и так далее говорит о том что войны не будет нам президент сказал какие войны и тут же говорит холодно и все в голове полный сумбур полный понимаете полный сумбур и самое страшное заключается в том что с одной стороны действительно гады которые холодно смотрят как все это расчехвостить а с другой то стороны вообще непонятно что оно может патриотично может нет в основном она все время думает о том как держать нос по ветру и так далее и тому подобное но ведь недостаточно же просто чтобы все это держало нос по ветру то есть какой-то момент то что слишком сильно интегрированных запад и понимает что дело швах оно начнет отходить господин лесен это только первый пример такого отступления на заранее подготовленные позиции уверяю вас что это совсем не мелкая фигура в решающем секторе нашей элиты информационной это очень крупная фигура и очень умная властная все прочее до свидания вы сами тут еще попрыгайте без меня я отдохну все варианты мягких желаний куда-нибудь уйти с магистральных направлений же прощупываются пройдет еще сколько-то времени и слава богу что-то просто отсеется но останется то что вот это вещество которое можно загонять на любые эти таскать антимайданы и крутить как угодно но в любом случае нельзя же чтобы все эти элементы все они выстрелились по прежнему и повернулись просто след за президентом президент вел сюда да потом взял и пошел сюда а они-то обусловлены всем семьями капиталами ментальностью идеалами предыдущими обязательствами всем обусловлены идти дальше ну кто-то повернет а кто-то нет и не повернувшие ли те кто не могут повернуть зададутся естественным вопросом а с какого ляду это все происходит в чем дело и что делать дальше что делать дальше почему и что делать объясните обоснуйте но по поводу этого вопроса глухой заговор молчания уже начиная вот эта лекция эти суть времени выступление в интернете я сказал ну подумайте ну подумайте пожалуйста почему вдруг это кандализа райс почему она вдруг говорит что мы поворачиваем на ближнем востоке так что все наши бывшие союзники теперь наши враги в египте а почему потом это повторяют все члены команды обамы почему это становится консенсусом двух партийным американской элиты почему они потом зачем это мы когда же с которым они дружили мубарака с которым они супер дружили всех подряд уничтожают этого асада который вписан во французскую элиту так как никому здесь и не снилось безумно вписано то не так что есть знакомые по всем уровнем вся семья во все закрытые структуры во все что можно почему они его начинают уничтожить чем и мешает хусейн кроме того что кадаффи дал деньги саркази а хусейн дал деньги бушам и рано или поздно это будет обсуждено чем еще он им не угодил что сделал он коммунист он друг россии советского союза он кто американо фоб он часть их элиты значит врагами стали почему они одновременно говорят crisis of national state крах висфальской системы почему они все это говорят потому что оказалось что не надо всю эту периферию мира тянуть в развитие кончился этот бал погасли свечи модерна никто не хочет развивающихся национальных государств все хотят архаизации архаизации не может быть без дробления этих государств и надо раздробить на племена на что угодно и без полного подавления свирепого кровавого воли к современности и навязывание воли к архаике что может делать только исламизм тогда возникает огромная глобальная деревня но к ней нужно пристроить соответствующий глобальный город а дальше когда эта дебилизация дойдет до конца можно уничтожать только сколько нужно из этого человечества пропорционально росту производительных сил совершенству новых машин количеству людей которые нужны чтобы обеспечить всем чем угодно это новая концепция мира это не сказка это не моя выдумка в этой концепции россии места нет я не знаю что они собираются делать с китаем вьетнамом и странами азии вот этой но россии в этой концепции места нет она приговорена на лишняя страна если такой халифат строит там кто-то не что такой же лишней стороной становится израиль да кому он нужен в море халифата зачем бжерзинский говорил вы смотрите как просто было бы управлять миром есть монет страна имея ввиду не россию а дальше все это должно катиться туда юго-восточную азию россия в этой ситуации вопрос не в путине россия обречена либо снова выходить какое-то сверхдержавное качество как ей не не хочется да ей очень не хочется его ползать но в сверхдержавную роль либо сливаться а у нее не будет обычной роли все слова многополярном мире обо всем прочим это хорошо бы но это пустое и не зря не китай и не индия и не страны это сказать с миллиардом населениями растущими в семь восемь процентов производительными силами россия в ее состоянии оказалась опять на острие антиамериканизма так мир устроен а дальше возникает вопрос а что это за порядок то про который говорят что новый мировой порядок мы будем строить против вас на вашей территории за ваш счет но мировой порядок будет строиться против вас на вашей территории за ваш счет Что это за порядок? Ну хорошо, Россия погибнет, она не хочет Но она должна пожертвовать собой Расчеленица и так далее А будет прямо рай земной Но это же абсолютно бесчеловечный порядок По всем понятиям Это постчеловеческий мир Ну говорил, сколько можно Единственное, что схватываю в этой теме Все этой детской Всегда считал, что там много каких-то переборов Какого-то сдвига уже в какой-то Избыточный фундаментализм И во все прочее Но есть одна принципиальная вещь Что если раньше Совсем еще недавно в этом мире Говорило, что надо всячески скрывать От младенца, которого взял Что это приемные родители И всячески говорит, что свои От своей папы с мамой Чтобы была любовь То теперь А, этого не скрывают Б, за это получают деньги Значит, этот ребенок Гарантированно будет жить без любви А он человеком не станет без любви Значит, ставка идет на то, чтобы он не стал человеком Все Там других ставок нет А это крупная ставка И не зря эта детская тема Вызывает такие ярости И все прочее Такие страсти и кипения И она так крупна Это не только там бизнес на органах Или на проституции И он же куда-то катится Этот мир Считалось, что госпожа Берксет Перебирает А теперь суды, которые подтверждают Что она не перебирала Да И так далее И тому подобное Значит, действительно Это какая-то цепь мутаций Мы говорим о гражданском обществе По Гегелю или кому-то Это классический капитализм Но после него Было потребительское общество Это было уже совсем не гражданское После него общество спектакля После него еще какое-то И никто не удосужился Ни здесь сидящих Ни из этих консервативных наших мудрецов Прочитать внимательно Книгу Поппера Открытое общество Его враги А я однажды летом Потратил все лето Чтобы сделать конспект До сих пор не написал книгу еще Поэтому пот Потому что времени нет Открытое общество Это антиобщество Это не общество Которое все ездят По разным странам мира Это общество Ликвидированной семьи В ней не должно быть семьи Категорически Это вообще общество Где человека нет Абсолютной управляемости И вот там В этом районе Финальная мутация капитализма Вот там он завершится Теперь все эти возмущения Сегодня Это классика А мы хотим гражданское общество Они слушают про гражданское общество Думают Ну какие же дикари Какое гражданское общество Где Какие граждане Уже даже не консюм Значит Даже если мы пожертвуем себя На алтаре этому обществу Мы вдобавок К всему Получим ад Так или значит Троится ад А зачем мы должны Участвовать В строительстве ада Еще участвовать Так чтобы нам Собою жертвовать Если это ад Значит тогда Встает задача Как бы Выдвижение Другого мира устройства Не такого Как они предлагают Да А это и есть Функция сверхдержавы Сверхдержава Это не страна С какими-то Такими-то возможностями Сверхдержава С страна С достаточными возможностями Который говорит Что у нее Другой взгляд На мироустройство Но этого взгляда Нет И собрать Вместо него Так сказать Консервативный Отстой Переходящий В унтер Консервативный Это ничего не сделает Песок Плохая замена Овсу Написал Вот в этом Новой работе Право на кислород Который является Как манифестом Конечно же Что надо Иметь дело С консервативными силами Не с фундаменталистскими Ни с элекционами А с консервативными Надо С классическим капитализмом Но это же уже Не классический капитализм Там же уже понятно Что Когда люди берут Название Золотая заря Понятно же Что за золотая заря Это Кроули Причем Классический капитализм Классический капитализм Третья Классический капитализм Продолжение следует...